Сегодня мы соберем мощный ветрогенератор, способный запитать целый дом. Зимой мы уже собирали ветрогенератор, но все кончилось крахом. И мы решили изготовить новые лопасти, гораздо больше предыдущих. Для этого мы нашли просто огроменную канализационную трубу диаметром 200 мм. В нашем городе достать такую было непросто. По моим расчетам из нее мы изготовим огромные полтора метровые лопасти, которые даже при небольшом ветре в 10 метров в секунду вырабатывают заветные полтора киловатта электроэнергии. Вот наша картонка, сейчас мы вырежем с нее шаблон, который потом наложим на трубу и вырежем нашу лопасть. Делаем вот так вот и получаются нормальные модные штаны из картона. Ладно, 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 ладно. Вот наша лопасть, которая у нас получилась. Настал долгожданный момент. Мы поднимаем наш ветрогенератор. Чтобы вся эта конструкция не рухнула, поднимать мы его будем двумя частями. Сначала поднимаем наш мотор. Мотор мы используем тот же самый полтора киловаттный от электровелосипеда, так как он идеально подходит из-за большого количества неодимовых магнитов и обмоток. То есть может выдать полтора киловатта на очень низких оборотах. Ставим сам мотор непосредственно на эту мачту. Потом мы поставим туда лопасти. Вот такие огромные лопасти, полтора метровые. Самый интересный момент. Клавиатуры будут создавать особые завихрения и стабилизировать наш ветрогенератор строго по ветру. А висит он у нас на сту 50 джигулей. Обратите внимание, внизу ветер практически не ощущается, но зато на крыше отчетливо видно как он дует. Может давай я тебя подсоблю? Ё-моё, что это? Что это за звук? Это просто труба вниз ушла. Прям своя технология ходьбы по крыше. Там промазанные швы и надо чисто только по этим швам ходить. Иначе можно нарушить герметизацию крыши, и она будет протекать из лосян, потом у нас просто... Слышь, ты куда ты пошел? Вентилятор мне должен... Вентилятор? Я бы раздаловку пошел. Я так и понял. Ну вот он, момент истины. Какой он огромный, вы только посмотрите. Накручиваем лопасти, самые тесные моменты, сложные. Схватывает резьба? А-а. Он еще крутит ведром. Бомба. Сейчас он поймает поток. Первое самостоятельное вращение. Ничего себе! Вот это вороты! Видите, ветра почти нету. Вот это монстр! Вот он идет, провод. Пошел с него, пошел, пошел под крышу. Под крышу он идет, проходит вот сюда. И выходит он у нас в летнюю кухню. Фух, интересно замерить, какое же тут напряжение получилось. Плюс, минус, подсоединяем 37 вольт. Ничего себе! Но это напряжение холостого хода. Под нагрузкой явно будет меньше, так как мы будем подключать на 12-ти вольтовый аккумулятор. Я сейчас вот соединил 7 90-ваттных 12-ти вольтовых ламп. И посмотрим, насколько их ярко может зажечь этот генератор. Опа! Как мы видим, горят довольно неплохо. Яркость, конечно, падает. О, пошел на подъем. Но, видимо, тормозит генератор нагрузка. О, даже вообще отлично! Когда поры ветра, видите, они горят очень ярко. Ну ладно, у нас этот генератор делался для того, чтобы заряжать аккумулятор, а уже от него питать инвертор. Поэтому сейчас мы попробуем подключить инвертор. Подключил два тестера. Этот тестер показывает напряжение на аккумуляторе. Этот показывает ток зарядки. Ого! 14,3 уже аккумулятор практически заряжен. 14,6 даже выскакивает. Очень хороший признак. Многие спрашивают, куда пойти учиться. И для этого у меня есть интересный лайфхак. Думаю, лидером рынка в дистанционном образовании является Skillbox, который уже сейчас меняет образование в РФ и СНГ, используя фокус на новые и востребованные профессии через технологии, инновационные, методологии, онлайн-обучение. Поэтому рекомендую то, что самого заинтересовало. 4 по 29 июня в онлайн-миниверситете Skillbox стартует марафон по трём профессиям будущего. Веб-дизайн, управление интернет-маркетинг, программирование. 4 недели с ведущими специалистами в своей сфере. Марафон бесплатный, но доступен по регистрации. Стань перспективным специалистом уже сегодня. Skillbox. Твое будущее начинается здесь. Ссылку я оставил в описании. Аккумулятор у нас выполняет роль накопителя, чтобы когда ветра нет, можно было пользоваться энергией, накопленной в аккумуляторе. Но 12 вольт нам мало интересны. Нам интересно 220. Пробуем, что у нас получилось. Всё, пошло питание. Отлично. Ну что, попробуем включить самый мощный наш потребитель. Пробую сейчас. О, идёт так. О, идёт так. Осталось осуществить, наконец-то, мечту запитать весь дом от этой чистой энергии ветра. Я взял две вилки от старых телевизоров, соединил их вместе таким образом. Одну вилку я вставляю в розетку, другую в инвертор. В результате что получаем? Энергия от инвертора по сети домашней разойдётся на весь дом. Но есть один важный момент. Перед тем, как это сделать, нужно обязательно выкрутить пробки или отключить рубильник на счётчике, чтобы энергия не поступала от городской электросети и не возникло замыкания. Есть. Ну и последний штрих. Пробуем. Протект. Ну, вроде пошло. Загорелся свет. Ну что, пойдём посмотрим по всему дому, где, что, как работает. Ну, всё супер. Даже вентилятор включился. Всё в огне. Можно делать машину. Ну, короче, всё нормально. Свет работает. Давайте попробуем какой-то другой потребитель. Ужанин, работает ли он стерчик? А, ну нормально всё. Это у тебя кабельная? Нет. И тут у вас свинка где? О! О! Мощность оказалась даже больше, чем мы ожидали. Энергии вполне хватает, даже при небольшом ветре. Ну, а когда сильный ветер, приходится сбрасывать излишки энергии в тепло. Это отличное решение. В отличие от солнечных батарей, такой генератор обойдётся гораздо дешевле. К тому же он отлично работает, когда стоит месяцами пасмурная погода. Ну, например, зимой. У ветрогенератора есть только лишь один серьёзный недостаток. Он абсолютно бесполезен, когда нет ветра. Чтоб не остаться без электричества, мы сделаем накопитель энергии из литий-ионных аккумуляторов. И поэтому в следующем ролике мы хотим проверить, насколько же безопасны эти литий-ионные аккумуляторы. И устроить им по-настоящему жёсткий краш-тест. Не пропусти. Подписывайся на канал, делись этим видео с друзьями. Ведь ваше внимание – это лучшая мотивация для нас снимать крутые видосы. Субтитры подогнал «Симон»!